На Урале открылась охота на изумруды. Отправиться на поиски драгоценных камней может каждый. Одно из самых охраняемых предприятий региона, Мариинский прииск, открыло двери для туристов. На первой экскурсии побывали и наши корреспонденты. У этих женщин здесь самая ответственная работа. В грудах камней они должны разглядеть драгоценные камни. Ежедневно на фабрику с прииска привозят тонны руды. Рабочие вручную выбирают все ценное. Это изумруды и александриты. Камни разные, пустая порода есть. Есть с содержанием кристалла сырья. То есть многопитовая порода. Вот в таких. Находится она. Мы смотрим. Дели нее видно. Но пока в данное время ее нет, но придет. Единственное в Евразии изумрудно-бериллиевое месторождение до этого момента было скрыто от посторонних. Первооткрыватели, они же первые туристы, 10 жителей Асбеста. Сначала их погружают в историю. Рассказывают, что добывать изумруды, александриты и берилы здесь начали еще два века назад. А после учат, как отличить природный камень от подделки. Вот слегка приложить и ощутить эту прохладу. Она действительно есть. А если мы с вами это сделаем с пластмассы или со стеклом, она тут же станет теплой. Туристам показывают, как обрабатывают кристаллы и как их сортируют по цвету и размеру. Редкие находки тоже не скрывают. К примеру, изумруд губернаторский. Он весит килограмм. Его цена более 10 миллионов рублей. Этот изумруд нельзя вывозить за границу, нельзя распилить на части и вставить в украшения. Гохран признал его уникальным. К своему сожалению, я это вижу первый раз. И очень много потеряла в жизни. Вот это я все видела. В эмитаже видела, в Ленинграде, когда училась. А вот из чего это все, я только сейчас увидела. Под землю спускаться туристам не пришлось. Опасно. Но работу шахтеров показывают на экране. Документальный фильм о жизни под землей. Тут целый город из шести горизонтов. И на каждом кипит жизнь. Ездят электровозы, работают горнорабочие, геологи, слесари, взрывники. Несколько сотен людей. Вот кому-то на флюорид повезло. Мне. Вот это супер. Один из самых занимательных моментов экскурсии – старательский этюд. Туристов снабдили совками и ситами и предложили искать изумруды. Так вручную перерабатывали руду два века назад. Чтобы найти один грамм драгоценного минерала, нужно было перемыть не одну тонну породы. Подобный интерактив, в том числе, делает промышленный туризм привлекательным не только для российских, но и иностранных туристов. В других странах посещение промышленных предприятий достаточно популярно среди туристов. Учитывая наш промышленный потенциал, нашу доминанту индустриальную, нам есть что показать. Руководители предприятия уверяют, с сегодняшнего дня туристов готовы принимать на регулярные условия. Это не только финансовая заинтересованность предприятия, но и продвижение российских изумрудов и александритов, в том числе, за рубежом. Потому что долгие и многие годы уральский изумруд был скрыт от общественности, от мировой в том числе. И поэтому сейчас мы своими экскурсиями показываем, привлекаем к себе как туристов, так и покупателей. Маринский приск считается одним из крупнейших мездорождений Евразии. Здесь ежегодно добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов и больше 5 тонн берилов. Николай Свердлов, Новости Первоуральск.